Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч 14 тура английской премьер-лиги Волверхэмптон-Бёрнли. Встречается 6-я и 18-я команда АПЛ текущего сезона. В 13-м туре Волверхэмптон скатал нули с Норвичем. Канарейки провели хороший матч, были куда ближе к победе, нежели соперник, не реализовали пару выходов один на один. В гостей фактически ничего не было, если не считать глупого привоза Норвича в первом тайме, который едва не закончился взятием ворот. Бёрнли матч с Таттенхэмом не играл по причине обильного снегопада. Очные матчи. В последних 10 очных матчах у Бёрнли 5 побед при одном поражении 4 ничьих. 7 из 10 последних очных матчей были на тотал меньший поровну, на обе забьют, да нет. Волверхэмптон не побеждал Бёрнли в последних 5 очных матчах, и во всех этих матчах волки пропускали. Волверхэмптон в этом сезоне играет длинными сериями. На старте сезона волки отыграли сначала 6 нулевых и низовых матчей, за которыми прошли 4 забивные матча, которые сменились снова низовыми и нулевыми, причем идут они на спад 2-0-1-0-0-0. Теперь, наверное, можно ждать взрывной игры. Волверхэмптон первые 3 домашние матча проиграл, затем 3 выиграл. Бёрнли не играл длинных серий, но сейчас идет на серии с 4 матчей на обе забьют, да, в которых не проигрывал, 1 победа и 3 ничьи. На выезде Бёрнли не побеждал, 3 поражения, 3 ничьи, их причем ничьи все результативные. Последние 2 выезда команда Шона Дайча сыграла в ничью. В очных матчах Бёрнли удачно играет в последнее время против Волверхэмптона, однако 3 раза подряд в последних 15 матчах в этой паре никто не побеждал. Поэтому тут Бёрнли не должен бы выиграть. Но и проиграть походу не должен бы, не часто Волверхэмптон дома побеждать в 4 матчах подряд. Поэтому со статистической точки зрения, здесь вот должна бы быть ничья. Правда, с другой стороны, Бёрнли не часто играет 3 ничьи подряд. Сейчас Бёрнли идет внизу таблицы, команде очень нужны очки, поэтому гости приедут очень мотивированными. Поэтому здесь скорее можно ждать таки, наверное, все же забивной матчем нулевой. И если исходить из коэффициентов, то можно играть плюсовую фуру на гостей. Здесь Бёрнли не должен бы проиграть больше, чем в один мяч, если проиграет вообще. Из связки тотал больше 2,5, обе забьют до победы гостей с фуры плюс 1. Самый высокий коэффициент стоит на тотал больше 2,23. На обе забьют до 2,01, на победу гостей с фуры плюс 1 1,49. Тут, наверное, можно играть плюсовую фуру на гостей, которые получили полноценный отдых и будут более свежи. И многое говорит за непроигрыш гостей. И статистика очных матчей последних лет, и неплохая форма Бёрнли, который не проиграл в последних выездах таким сильным командам, как Саудхэмптон, Челси и Лестер. Вулверхэмптон не пропускал в двух последних своих матчах. Вроде бы как уже пора бы и пропустить. На роль доходного варианта здесь можно взять обе забьют до за 2,01. Может быть на 2,1 в этом матче команда и не вытащат, но 1,1 можно признать эдаким базовым счетом, на который соперники должны бы наиграть. Бёрнли ну очень резво сейчас играют выездные матчи, да и лишний выходной пойдет только на пользу команде. Поэтому гости должны бы здесь забивать точно. Что касается Вулверхэмптона, то с такой командой как Бёрнли волки должны бы дома забить. Два очных матча подряд Вулверхэмптон проигрывает Бёрнли очень редко. По крайней мере за последние 15 лет такого не случилось ни разу. Для особо смелых тут можно порекомендовать вот точный счет 1,1 за 6,25. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы.